Пожарные на месте условного ДТП Реализация проекта «Безопасное лето» Во славу огнеборцев мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга Полезная информация для владельцев надувных лодок В райцентре Благовещенского района прошли краевые соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Соревнования были посвящены Году культуры безопасности, объявленному МЧС России, а также предстоящему Дню пожарной охраны В соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ на местах дорожно-транспортных происшествий Приняли участие 14 команд, представлявших пожарно-спасательные гарнизоны Алтайского края От имени администрации Благовещенского района я приветствую вас и поздравляю с началом данного мероприятия Действительно, Министерство по чрезвычайным ситуациям относится к той службе, которая ежедневно сталкивается с определенным горем И с ситуациями, которые несут угрозу жизни мирному населению Пожары, паводки, конечно, это явления наиболее актуальные для Алтайского края, но они носят сезонный характер А вот дорожно-транспортные происшествия происходят ежедневно И от того, насколько быстро, оперативно вы прибудете на место, насколько грамотно вы окажете помощь, зависит напрямую жизнь человека Я уверен, что те умения и навыки, которые вы покажете сегодня, они в дальнейшем, они и сегодня помогают, и в дальнейшем помогут вам оказывать помощь людям при спасении их жизни Пусть сегодня победит сильнейшая команда, ну а вам я бы хотел пожелать здоровья, настроения, успехов, мира вам и вашим семьям Количество транспорта с каждым годом все более возрастает, и, к сожалению, дорожно-транспортные происшествия не уменьшаются И проблема безопасности на дорогах стоит остро Целью данных соревнований является отработка вопросов взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий От четкой и слаженной работы всех участников подчас зависит жизнь человека На старт, внимание, марш! Соревнования проводятся на открытой площадке, отвечающей требованиям безопасности и обеспечивающей достаточный обзор соревнований По сигналу судьи стартуют сразу две команды В ходе состязаний бойцы пожарно-спасательных подразделений на практике отрабатывают навыки по оказанию помощи гражданам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия Обмениваются опытом Данные соревнования – это своего рода экзамен тех тренировок, которые проводят огнеборцы-спасатели на своих учебных полигонах Для повышения и осовершенствования уровня профессиональной подготовки по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте Мы проводим краевые соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Соревнования проводим в рабочем поселке Благовещенко В данных соревнованиях принимает участие 14 команд – это все отряды ФПС Алтайского края Плюс команда специального управления номер 36 и команда специализированной в пожарной части по тушению крупных пожаров Данные соревнования проводятся в седьмой раз, начиная с 2012 года Впервые на данных соревнованиях забег осуществляют команды по двум дорожкам Это добавляет состязательности в данных соревнованиях Судят данные соревнования независимые судьи Привлечены работники, сотрудники ДПС, а также медицинские работники районной больницы В распоряжении каждой команды своеобразный тренажер Легковой автомобиль, пострадавший в ходе условного дорожно-транспортного происшествия С двумя манекенами внутри, которые имитируют условно пострадавших Начальник караула по сигналу судьи прибывает на место условного ДТП, оценивая ситуацию Ознакомившись с легендой, начальник караула докладывает на пульт диспетчера пожарно-спасательной части Параллельно давая указания в ходе проведения аварийно-спасательной операции В работе на месте ДТП есть немало тонкостей, знания которых – обязательное требование к участникам соревнований Судьи на этапах следят за праведностью каждого действия Обесточена ли аккумуляторная батарея автомобиля, установлены ли башмаки под колеса, нет ли газового оборудования, багажники и другие нюансы Тем временем при помощи гидравлического инструмента пожарные демонтируют крышу автомобиля и оказывают первую помощь пострадавшим Уметь пользоваться таким инструментом – обязанность каждого огнеборца Большое внимание уделяется методам оказания первой медицинской помощи Ведь значительная часть погибших при реальных дорожно-транспортных происшествиях – жертвы чьих-то несвоевременных или неправильных действий Немаловажно и соблюдение мер собственной безопасности, ведь спасатели тоже рискуют своей жизнью и здоровьем Состязания проходили в спортивной атмосфере азарта, каждая команда стремилась доказать свое право на лидерство Зрители, в числе которых было много ребятишек, поддерживали громкими овациями все команды огнеборцев По итогам состязаний первое место у огнеборцев специального управления Федеральной противопожарной службы номер 36 МЧС России Второе место заняла команда 5-го отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю И третье почетное место получила команда 4-го отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Навыки, отрабатываемые на данных соревнованиях, помогают пожарным и спасателям в их боевых буднях при выездах на реально произошедшие ДТП Знаешь, в фильмах все выглядит красиво Герои спасают жизни, рискуя своей Каждый зритель уверен, что все закончится благополучно В жизни так не будет Любое неосторожное движение И ты потеряешь все Но ты должен Ты должен Должен поставить на кон жизнь Потому что она может стоить сотни Сотни других Жизнь В общем, команда Отпойте МЧС России Доверяя свою жизнь Алтайское краевое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества получило грант на реализацию проекта «Безопасное лето» Подробности в нашем сюжете Главное управление МЧС России по Алтайскому краю состоялось селекторное совещание с главами муниципальных районов Посвященное актуальным вопросам обеспечения безопасности в текущий период Совещание провел заместитель руководителя территориального органа по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Главное управление МЧС России по Алтайскому краю Владимир Драчев На котором с докладами по реализации проекта «Безопасное лето» и обеспечению безопасности на водных объектах Выступили представители Кривого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка И специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Кривого главка В работе с совещанием в режиме видеоконференции связи приняли участие руководители администрации городов и районов края Был заслушан ряд докладов по актуальным темам Усилия дают результат, но вместе с тем крайне высокий остается гибель детей на водных объектах Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева Рассказала о ходе реализации проекта «Безопасное лето», финансируемого за счет фонда президентских грантов По итогам выступления главам администрации муниципальных районов, принимающим участие в реализации проекта Поручено заключить соглашение о создании общественных спасательных постов с Алтайским кривым отделением Всероссийского добровольного пожарного общества Организовать обучение спасателей для работы на общественных спасательных постах И проведение информационных семинаров в общеобразовательных организациях Алтайское краевое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества Совместно с администрацией города Барнула приняло участие в конкурсе проекта фонда президентских грантов В сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций По вопросам обеспечения безопасности на водоемах Алтайского края На участие в конкурсе подавали заявки из многих регионов Российской Федерации К краевое отделение ВДПО вошло в список победителей из некоммерческих организаций Проект «Безопасное лето» будет реализован на территориях наиболее подверженных риску гибели людей на водных объектах А это Первомайский, Павловский, Залесовский, Краснощоковский, Тольменский, Завьяловский, Солонежинский, Кытмановский, Смоленский, Шалоболихинский, Шипуновский, Волчихинский, Красногорский, Петропавловский, Третьяковский, Ключевской, Заринский, Мамонтовский, Каменский, Бийский районы В рамках проекта будут организованы мобильные спасательные посты в 20 районах Алтайского края. В настоящее время заключены соглашения о сотрудничестве с главами данных районов. В настоящее время закуплено все необходимое спасательное оборудование, изготовлена печатная продукция для детей и родителей. В ЧПМЧС прошли обучение матроса спасателей. Проведены обучающие семинары с руководителями образовательных учреждений и главами сельских поселений. Данный проект будет реализован при поддержке администрации Алтайского края, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Министерства образования и науки по Алтайскому краю. На прошлой неделе прошел целый ряд мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны МЧС России. Подробности в нашем репортаже. Указом президента Российской Федерации в 1999 году 30 апреля было объявлено государственным праздником – Днем пожарной охраны. И сегодня Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы МЧС России является основой служб спасения, жизненно необходимых для государства и его граждан. Плечом к плечу на прибусогенной стихии ежедневно заступают на боевое дежурство сотрудники Федеральной противопожарной службы, бойцы противопожарной службы субъектов Российской Федерации, ведомственной и частной пожарной охраны, добровольцы. И недаром самым ценным, качественным среди пожарных считается самоотверженность, вырученная честь. Накануне праздника в актовом зале Главного управления МЧС России по Алтайскому краю собрались сотрудники МЧС России, ветераны, приглашенные почетные гости. Слова поздравлений со сцены прозвучали от главного федерального инспектора по Алтайскому краю Юрия Земского, заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина, председателя комитета по социальной политике Алтайского краевого законодательного собрания Татьяна Ильюченко. В центре всегда человек. И в вашей службе как нигде важно быть прежде всего ответственным, чувство долга, как сегодня уже было сказано, чувство локтя, чувство товарищества, естественно, хорошая спортивная форма, без этого просто никуда. О том, что в вашей службе работают именно такие люди, говорит множество наград, как ведомственных, так и государственных. Но самое главное, самое важное, это спасенные люди, спасенные жизни. Сегодня поздравить вас от имени правительства Алтайского края, его председателя, губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина, с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам самое главное здоровья, спокойствия и хороших отношений в ваших семьях. Желаю, чтобы все, кто вас окружает, как на службе, так и дома, никаких тревожных ситуаций не создавали. В ходе торжества с традиционным поздравлением к собравшимся обратился начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин. Мы имеем новое поколение огнебурцев, которые продолжают с достоинством выполнять поставленные задачи. Ежегодно только в Алтайском крае спасает на пожарах более тысячи человек. В этот день для тех, кто с честью и достоинством несут свою службу, защищая людей и их имущество от огненной стихии, тех, кто до конца остался верен в выбранной профессии, звучали слова благодарности. За нелегкий труд, поздравления с профессиональным праздником. Многие сотрудники ветераны, а также граждане, проявившие свое неравнодушие к делу спасения людей, были награждены медалями, нагрудными знаками и грамотами. Медалью МЧС России за отвагу на пожаре награждаются. Блестящие выступили и создали атмосферу праздника постоянные участники таких встреч, музыканты и исполнители оркестра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также приглашенные гости. Для жителей Алтайского края этот праздник также не прошел незамеченным. По улицам Барнаула проехала колонна пожарной техники, возглавляемая ретроавтомобилями прошлого столетия. Здесь можно было увидеть и сверкающий ЗИЛ советских времен, а также образцы последних моделей, специализированных автоцистерм, автолестниц, пожарно-спасательных автомобилей и многое другое. Горожан и в особенности детей привлекали красные машины, строгой колонной, проезжающей по Ленинскому проспекту краевого центра. Как признаются сами пожарные, большинство из них эту нелегкую профессию выбрали по зову сердца. Выбор жизненного пути, пожалуй, самый важный выбор для каждого человека. Еще раз от всей души поздравляем всех представителей героической профессии, а также ветеранов пожарной охраны, отдавших лучшие годы своей жизни пожарному делу – спасению людей от огня. Желаем всем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества. В преддверии празднования Дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, на территории пожарно-спасательной части номер 4 города Барнаула прошел митинг, посвященный памяти пожарных, погибших на боевом посту. На мероприятии собрались руководство и личный состав подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ветераны пожарной охраны, родственники сотрудников, погибших на боевом посту, чтобы отдать дань уважения героям пожарным, которые не пожалели жизни при выполнении своего служебного долга. Профессия пожарного является одной из самых опасных в мире. И вечная слава людям, которые знают, что сегодняшняя схватка с огнем может стать для них последней. Традиционно уже не первый год мы собираемся здесь, чтобы почтить память своих коллег, которые посвятили свою жизнь спасению дорогих людей. Сегодня исполняется также 32 года с момента, когда произошла самая страшная техногенная авария на Чернобыльской атомной электростанции. И мы сегодня тоже вспоминаем всех тех, кто принимал участие в ликвидации этой аварии, всех тех, кто погиб, всех тех, кто умер после этой аварии. И сегодня мы говорим, что надеемся, мы выражаем уверенность, что и нынешнее поколение пожарной охраны, пожарных огнеборцев будут с честью и достоинством продолжать славные традиции предшествующих поколений. И сегодня мы говорим вечно о память погибших при исполнении служебного долга, мы помним о них. Во все времена пожарных отличала преданность профессии, беззаветное мужество, самопожертвование, низкий поклон всем пожарным, которые не пощадили своей жизни, выполняя свой служебный долг. Минуты молчания почтили память погибших при исполнении служебного долга все присутствующие. После выступления всех приглашенных гостей, действующие сотрудники чрезвычайного ведомства возложили гирлянду к памятному знаку. А гости мероприятия почтили память погибших на боевом посту, возложили цветы мемориалу. Сезон навигации на водоемах уже открыт. И чем больше частных лодок и катеров на акваториях края, тем больше риск возникновения происшествий. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России напоминают, вопросы безопасности всегда должны быть на первом плане. В последние десятилетия существенное различие получил такой сегмент маломерного флота, как надувные суда. Причем сегодняшние модели отличаются от изделий 70-х и 80-х годов прошлого века. Тем не менее, необходимо помнить, что от воды рыбака или просто любителя водных прогулок, отделяет хоть и прочь, но довольно тонкий слой синтетического материала. Оброненный не вовремя нож, не кстати подвернувшийся острый камень или обломок металла, торчащий из воды, легко могут повредить баллон надувной лодки. Причем, что бы ни говорили производители надувных лодок о толщине, а точнее массе материала, из которой изготовлено судно, это практически не зависит. Как должен действовать судоводитель при повреждении корпуса лодки с мотором? Первое, что необходимо помнить в подобной ситуации, никакой паники. Не следует бросаться к месту пробоины, руками или подручными средствами пробоину вы не закроете. Слишком велико давление в баллоне. А вот накоренить лодку вплоть до прокидывания вполне возможно. Важно напомнить, что при движении лодки весь экипаж должен находиться в спасательных жилетах, а чека от мотора обязательно должна быть пристегнута к руке судоводителя. И самое главное, вода не прощает ошибок. Будьте готовы к любой, даже самой непредсказуемой ситуации. Это может спасти вам и вашим попутчикам жизнь. Не пренебрегайте безопасностью. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Напоминаем, что на территории Алтайского края действует единственный телефон доверия Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 65 82 19. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова